Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О главных темах недели вспомним прямо сейчас. Медицинский десант. Рязанские врачи отправились в Луганск, а Герман Гущин расскажет о их командировке. Весна пришла. Начался процесс реконсервации фонтанов после зимы. Кукольному 95. Юбилей отпраздновали в среду, 6 апреля. Власти Рязани объявили весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. Второй уже по счету субботник пройдет 9 апреля с 9 до 11 часов во всех районах города. В нем примут участие работники муниципальных предприятий, организации, сотрудники администрации и неравнодушные жители. Принять участие в субботнике могут все желающие. Он пройдет на 9 площадках. Адреса в специальном сообщении на сайте мэрии. Управление благоустройства обращается к горожанам, желающим принять участие в субботнике с просьбой взять перчатки. Необходимый для работы инвентарь будет предоставлен на местах. В микрорайоне Дягилева у военного городка начались работы по благоустройству парка имени Белякова. Местные жители, несмотря на утвержденный на слушание их план, разделились в своем мнении. Активисты из числа тех, кто за, уверяют, что подрядчик все вырубленные деревья компенсирует. Есть у них, впрочем, и другие аргументы. Еще в июле 2021 года активисты авиагородка провели общественное обсуждение по благоустройству парка Белякова. Проект одержал победу в голосовании. И в марте 2022 года подрядчик вышел на территорию. Как уверяют активисты, которые и продвинули этот проект, вырубаются только плохие деревья. Мы думаем о детях, мы думаем о их досуге, понимаете, нужны площадки, нужны спортивные скейт-площадки. Потому что, когда начинают взрослые люди говорить, или там пенсионеры, я тоже пенсионер, да зачем нужен этот скейт-площадка, а где им ходить, где им заниматься, где им развлекаться, но это должны сделать мы. Мы хотим облагородить парк, поставить скейт-площадку, велодорожку, чтобы для детей было место, где гулять. Я часто посещаю это место, но в связи сейчас с событиями, то, что там все перекопано. Да, мы с положительной стороны относимся, мы два года добивались этого. Большинство активистов приняли решение, что на первом этапе благоустройства нужно заниматься развитием базовой инфраструктуры парка. В частности, асфальтировкой дорожек, установок, камер видеонаблюдения, освещение. Администрация города, учитывая, что мы живем не рядом с Макаронной фабрикой, а живем рядом с Центром дальней стратегической авиации, на нашей территории проживает много семей военнослужащих, решили сделать здесь не только освещение, но и видеонаблюдение. Сейчас такое время, идет спецоперация, много всяких диверсий, работают наши спецслужбы. А у нас здесь лес зарос зеленкой, говоря военным языком. Также активисты обсудили еще необходимость санитарной прочистки парка. Специалисты Управления благоустройства города пояснили, что эти работы проведут исключительно в отношении поваленных аварийных деревьев и веток. Экспертиза зеленых насаждений была проведена. В настоящее время производится опиловка деревьев и вырубка аварийных. Парк насчитывает более полутора тысяч деревьев, преимущественно это тополя. Мы приносим извинения за трудности, которые приходится переживать жителям в силу того, что работа по вырубке проводится в межсезонье. Но необходимо отметить, что ни одно аварийное дерево не выпилено без обсуждения. Администрация города и подрядчик стараются при выполнении этого проекта учитывать каждое мнение жителя. Ведь этот парк по проекту будет востребован и для молодежи, и для старшего поколения. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сбыт наркотиков в особо крупном. Участие в преступном сообществе. Легализация денежных средств. Это неполный список обвинений, которые предъявлены группе из 21 человека. Друзей подельников накрыли. Ход расследования в следующем сюжете. Таких свертков у задержанных найдут еще с несколько десятков. А задержимым, конечно, можно догадаться заранее. Экспертиза эти догадки потом подтвердила. Всего наркотиков по карманам и схронам нашлось больше, чем на 3 кило. Не много ли на два десятка лиц? А это уже кадры самого задержания. Одного из серии. Члены межрегиональной группы, по версии следствия, действовали по приказу единого руководителя. Так работали три года. С 19 по 21. Установлено, что в целях легализации доходов злоумышленники совершали финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате преступлений. Следствием проанализированы счета обвиняемых, установлены финансовые операции по счетам с денежными средствами, приобретенными в результате преступлений. В более чем 20 томах уголовного дела результаты 200 судебных экспертиз. Восстановить детали мозаики полностью следователям помогла внутренняя переписка в группе. Да и допросили 120 с лишним человек. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Каждому из этих людей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Дирекция благоустройства Рязани приступила к так называемой расконсервации городских фонтанов. Каждый из них на зиму был закрыт специальным кожухом, вечером превращаясь в ярко светящийся арт-объект. Фонтан на театралке «Маски» стал одним из первых, с кого скинули зимнюю одежду. На театральной площади заметное оживление. Фонтану «Маски» сбрасывают зимние обличия, пластиковый кожух и вечернюю иллюминацию. На очереди техническое обслуживание, сбор мусора и пыли с чаши, мойка площадки, и установка форсунок и двигателей – второй этап. Только после этого фонтан наполнят водой для проверки. Вся основная техника трубы, они все сливаются, то есть они переносятся нормально. Вся техника, то, что касается счетчиков, то, что касается насосов, они снимаются, конечно, на зиму. Они здесь не остаются, потому что они, конечно, могут прийти в негодность. Перезимовали они у нас на базе, перезимовали хорошо, все нормально. Я думаю, что без каких-либо вопросов мы запустим все в срок. Помимо этого, на балансе дирекции благоустройства города еще семь фонтанов. На площадях Победы и Соборной по два фонтана у цирка и на площади Ленина, а также фонтан на Московском шоссе. Их подготовка сотрудники дирекции благоустройства уже тоже занялись. Они у нас все имеют защитный кожух на зиму, все они сейчас потихонечку начинают сниматься. Вчера уже были проведены снятия защитного кожуха на фонтане у цирка, так называемый фонтан Лоси. Он уже, в принципе, подготовлен, там уже установлено оборудование, сегодня вот театральная площадь. Затем переходим в площадь Ленина и непосредственно потом световой фонтан на площади перед МКЦ. И завершаем это самый у нас такой большой фонтан, самый новый, это перед ЗАГСом на Московском. Ослабление пандемии в этом году позволит все ближайшие весенние праздники отмечать традиционно, с народными гуляниями, шествиями, парадом Победы. Поэтому расконсервация пусть и постепенная, но ускоренная. Срок до 1 мая. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Луганскую Народную Республику практически к самой передовой прибыл настоящий десант из Рязани. Правда, медицинские. Хирурги, анестезиологи, волонтеры, добровольцы. Герман Гущин расскажет о командировке. Эта весна в Первомайске Луганской области одна из самых тревожных и радостных одновременно. Но именно ее жители ЛНР ждали долгих 8 лет. Раннее утро, но в городской больнице Первомайска все на ногах. Совсем рядом, в 11 километрах у Попасной идут ожесточенные бои. Громыхает. А здесь – прифронтовой госпиталь. Прибытие рязанских врачей – неоценимая помощь. С собой у наших все самое необходимое прямо сейчас. Гуманитарка, лекарства, оборудование. Это цифровый рентген-аппарат, который был подарен Российской Федерации. Подобного нет у нас обычный, так скажем, старый рентген-аппарат. А это чем отличается? Качество. Качество картики. Изображение, качество диагностики выше, чем у старых аналоговых аппаратов. Это цифровые аппараты, которые имеют аналоговый носительный формат, есть цифровые. То есть, соответствует возможность передачи данных. Несколько часов на отдых и снова в бой. У хирургов здесь своя линия фронта. Ставка выше некуда. Жизнь человека. В приемном отделении – оживление. Поступают первые раненые со штурма города Попасная. Тяжелых практически нет. Впрочем, даже легким трехсотам нужна оперативная помощь. Вытащить осколки, пули, зашить рану. У рязанских врачей первая смена. Наших в Первомайске целая бригада. Анестезиологи, хирурги, есть даже добровольцы-волонтеры. Говорят, приехали за неоценимым опытом. Студент шестого курса Рязанского медицинского университета Антон Савельев профессию выбрал еще в школе. Здесь, недалеко от линии фронта, говорит, только утвердился в своем решении. Я не видел для себя просто никакой больше альтернативы, когда заканчивал школу, подавал документ только в один вуз, в Рязанский медицинский, на один факультет, на лечебный. Родители не врачи. Но вот как-то так получилось. Оперировать самому Антону Савельеву еще не приходилось. Но как ассистента его привлекали уже не раз. Например, Антон помогал Александру Копейкину, доценту Рязанского медицинского университета. Но здесь, в Первомайске, ведущему хирургу-травматологу. Решение о приезде сюда созрело практически сразу после того, как была объявлена спецоперация. Это наш гражданский долг, долг каждого врача, оказывать помощь людям. В какой бы точке земного шара это необходимо было сделать. Тем более нашим соотечественникам. Чтобы приехать сюда, рязанцам пришлось взять отпуск за свой счет. Как того требует гражданский долг. Сначала врачи рассчитывали работать в Луганской больнице. Но потом приняли решение ехать на передовую. Помощь будем оказывать всем. И гражданским, и военным. Понятно, что у военных это преобладает минно-взрывная травма. Монетарная помощь поступает регулярно. По оснащению, могу сразу сказать, здесь неплохо, хорошо, скажем так. Понятно, что расход идет сейчас очень высокий. Но точно все необходимое есть. Помимо, собственно, бойцов с передовой, наша бригада медицинскую помощь оказывает и мирному населению. Пострадавших хватает. И военные, и гражданские для рязанских врачей в первую очередь пациенты. Без приоритетов и очередности. Потому что русские на войне своих не бросают. Герман Гущин, при содействии телевидения, Луганск, 24. Раньше их называли микропедиаторами, сейчас – неонатологами. Их пациенты – новорожденные младенцы, жизнь которых зависит от специального медицинского ухода из-за недоношенности, низкого веса при рождении, задержки внутриутробного развития, врожденных пороков или сепсиса. 5 апреля свой профессиональный праздник отметили врачи-неонатологи. Неонатологи для малышей, едва появившихся на свет, все равно, что земные ангелы. Именно они первыми приходят на помощь и буквально каждый день совершают чудо, выхаживая самых крохотных. От того, насколько профессиональными окажутся действия этих профи в первые минуты жизни ребенка, зависит его дальнейшее развитие. Сейчас уже многие знают, что такое ноонатология. Это отдельная медицинская наука о новой жизни, о новорожденных. Но она достаточно молодая наука, такая же молодая, как наши новорожденные дети. Нам в отделение поступают дети первого месяца жизни. Из родильных домов, города, области, из других областей иногда получается так. Поступают детки из дома, которые выписаны, благополучно были домой, дома заболели. Ну, всякие бывают причины, по которым они сюда попадают. Главное качество тех, в чьих руках жизнь и здоровье самых маленьких пациентов, как говорят сами врачи, это доброта. Еще в начале века 80% новорожденных с весом тела менее килограмма спасти либо не удавалось, либо они становились инвалидами. Сейчас эта цифра снижена практически 8 раз. Помогает уникальная техника, жизненно важная для вот этих малышей. У того, кто появился раньше срока, своя история чуда и благодарности врачам. Никто не ожидал, что так получится. Мы лежим уже почти месяц. То есть почти месяц прошли этап реанимации, прошли этап ПИД. И вот сейчас, конечно, прям вы соединили нас. То есть мы с ней находимся вместе. Только вот, наверное, ближайшие дни мы начали набирать. Наш вес на данный момент составляет 1,90 кг. Доченька молодец, доченька справляется. Врачи у нас золотые. Большое спасибо им, потому что без их помощи мы бы, наверное, не справились. Главная награда за их труд, говорят неонатологи, это лепет новорожденных и улыбка счастливых родителей. По словам врачей, они не спасатели, а те, кто дает малышам полноценную путевку в жизнь. Мы всегда чувствуем тревогу, всегда за этих детей. Потому что понимаем, что жизнь длинная, и на протяжении этой жизни очень много может встретиться болячек. И очень надеемся, когда выписываем здорового, да, уже выздоровевшего ребенка, что он к нам больше никогда не вернется. А если вернется, то радостная и счастливая. То есть у нас отделение рассчитано на 70 коек. Врачей, соответственно, тоже нужно много, чтобы уделить внимание всем нашим деткам. Врачей у нас 10. Все наши доктора изначально получили специальность педиатры, затем, так скажем, повысили свою квалификацию, стали ноонатологами. Работа у них сложная, но благодарная. Ведь в большинстве случаев ее итог – счастливые глаза мам и окрепшие малыши. Говорят, больше и не надо. В областной детской клинической больнице врачи-неонатологи свой профессиональный праздник встречают на боевом посту. Ведь битва за жизнь у них идет в круглосуточном режиме. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». А теперь о спорте. Самое время подвести итоги сезона в биатлоне. На этот раз сезон продолжительный. Начало апреля в биатлонном комплексе «Алмаз» все еще можно проводить тренировки. И спортивные результаты региона стоят того, чтобы о них рассказать. О таком продолжительном лыжном сезоне в свое время рязанские любители спорта могли только мечтать. Особенности расположения комплекса «Алмаз» позволяют открыть трассу в ноябре и поддерживать ее вплоть до апреля. С момента открытия комплекса здесь сложилась профессиональная команда. В распоряжении специализированная техника, ретраки, снеговые пушки готовят трассы регулярно. Сейчас уже начало апреля. А у нас трассы в прекрасном состоянии. Конечно, не те 10-15 километров, которые мы готовим. Но круг в 2,5 километра. На сегодняшний день он в хорошем состоянии. Можно тренироваться на гоночных лыжах, на хорошем инвентаре использовать. Не боясь его повредить, потому что подушка на сегодняшний день составляет 30 до 40 сантиметров. В этом сезоне зима была особенно снежной и соревновательно насыщенной. В декабре на «Алмазе» провели соревнование «Мастерс» по биатлону. В январе – марафон. В нем приняли участие почти 200 спортсменов из разных городов ЦФО. 15 регионов бежали «Мастарт». Несмотря на ковидные ограничения, а заявляли только тех, кто старше 18-ти, представительной получилась и традиционная лыжня России. Полторы тысячи человек соревновались на дистанциях 5 и 10 километров. Здесь же на базе комплекса состоялось открытое первенство области по пневматическому биатлону среди юниоров Рязани, Владимира, Московской области. Особой пикантности лыжному сезону добавила и ночная гонка. На дистанцию вышли 80 человек. 26 марта в субботу мы проводили ночную гонку. Честно сказать, накануне, в пятницу я запереживал из-за того, что начался дождь. Моросил практически весь день. Был очень сильный ветер. Начало откисать. Я думаю, ну, наверное, все. Сейчас трасса чуть-чуть поплывет. Думаю, придется сейчас верхний слой немножко отвалом ретрака сгребать, убирать в сторону. До шести часов мы эту картину наблюдали. Но вот начиная с восемнадцати часов, когда мы уже трассы для катающихся закрыли, для подготовки, смотрю, начало уже чуть-чуть прихватывать. Спортсмены из спортшколы «Алмаз» в этом сезоне участвовали в высокогорных сборах в Сочи на Лауре. И первый серьезный старт. Чемпионат России в Тюмени оправдал эту стратегию. Дмитрий Мысев завоевал бронзу. Юноша – вообще гордость школы. Юрий Харлин и Олег Юношев зашли на пьедестал на первенстве России. Девушки, впрочем, не отстают. Софья Протокал получила звание мастера спорта. Еще на одного мастера спорта больше в «Алмазе» стало в марте. Из Ханты-Мансийска с первенства России в хорошем настроении вернулся Алексей Адров. Сын Виталия Адрова и продолжатель семейной традиции. Не выдержал. Полетел просто туда посмотреть. Два штрафа было. На третьем, на четвертом рубеже по одному промаху он допустил. Сначала шел, боролся за топ-3, боролся за подиум. Но вот в конце, на последнем круге немножко не хватило. Четвертое место. Попадание в цветы, попадание в цветочную церемонию. И норматив мастера спорта на этих соревнованиях. Команда в составе Софии Георгиевой, Олега Юношева и Юрия Харлина на этой неделе вернулась из Петропавловска, Камчатска с призами. В пятницу 8 апреля тренерский совет поставил новые цели и задачи на предстоящий сезон, который по всем прикидкам должен стать еще успешнее. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 95 лет исполнилось кукольному театру 6 апреля. Еще недавно было принято считать, что Рязанскому кукольному только в будущем году исполнится 55. Но архивисты и историки нашли новые данные. И поэтому театр неожиданно повзрослел до почти векового возраста. Что и отпраздновали с присущим театру флером волшебства и веселья. Внезапное постарение. Так называют сегодняшний праздник многие гости. Что скрывается за этой фразой, разберемся прямо сейчас. Интригу зрителям раскрыл театральный домовой Кутере. Он, как любой дух-хранитель, прекрасно помнит первый спектакль сестер Знаменских, Милица и Аделаида. Это они, первая сказочница города. Рязанский историк Александр Никитин нашел информацию в архивах Рязанской области о деятельности Рязанского театра кукол. Очень большое количество исторических архивных материалов. Это и рецензии в газетах, большое количество материалов, публикаций о том, сколько спектаклей, какие это были спектакли, какое количество зрителей. Вот так и вышло, что 6 апреля 2022 года театр весело и ярко празднует свои 95. Под музыку и танцы с легким налетом, светлой печали в память о тех, кого уже нет, но кто навсегда вписал свои имена в историю театра. Кстати, здание, в котором располагается современный Рязанский театр кукол, тоже празднует свой юбилей в этом году – 40 лет. В 1982 году это помещение появилось не без участия Надежды Чумаковой, которая тогда была главой города. Тогда заветный ключик от сказочного дома получал Валерий Шацкий, теперь уже легендарный худрук театра. 40 лет зданию исполнится 4 сентября. С этим событием мы еще поздравим волшебников, живущих здесь. А пока – с солидным юбилеем. Поздравления от гостей, друзей, взрослых, которые до сих пор любят сказку. Самый лучший театр, самые лучшие постановки. Я никогда не пропускаю премьеры, и их фестивали – это супер. Я не знаю, тут какая-то особая атмосфера, молодцы. И вы знаете, я совсем недавно был на спектакле на одном кукольном театре, и скажу, что у театра кукол потрясающая команда актеров, потрясающая команда режиссеров, потрясающая команда руководителей. С днем рождения! Мы знаем, насколько театр кукол успешен, мы знаем, какие классные фестивали проходят в его стенах, мы знаем, что театр стал обладателем «Золотой маски». И те спектакли, которые делают актеры, постановщики, художники, бутафоры этого театра, всегда оставляют яркий след душе. Театр кукол – он навсегда, он на века. И даже когда будет театру 200 лет, 100 лет, то все равно он всегда будет молод душой, всегда он будет задорный, всегда он будет яркий. Я хочу поздравить наш прекрасный кукольный театр с такой датой. Действительно, он очень молодой, потому что цифры, они, в общем-то, ничего не значат. Эти цифры созданы для того, чтобы был повод собраться и отпраздновать, а в душе действительно мы очень молодые, современные, яркие, готовы удивлять. Дорогие кукольники, дорогие волшебники, я с большой радостью поздравляю вас с днем рождения. Моя сказка здесь живет уже год, у нее сменился состав актерский. Что умеет делать театр кукол – это создавать истории, которые одинаково интересны и родителям, и детям. 95 – цифра, скрывающая многое. Известные на весь мир фестивали, гастроли, международные проекты, золотая маска. Впереди еще столько всего. Огромная дорога с массой новых сказочных историй. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова